Здравствуйте дорогие друзья, как вы помните, ранее я вам уже рассказывал о том, что необходимо покупать внешние ссылочки для своих сайтов, для того, чтобы нарастить качественную ссылочную массу. А вот сегодня мне хотелось бы вам рассказать о фильтрах, которые необходимо ставить на биржах при покупке ссылок для достижения наибольшего эффекта. Итак, перед нами GoGetLinks. Разумеется, в фильтре необходимо выбирать сайты из Яндекс.Каталога. При этом приобретать ссылки сразу ститс 100 не стоит, так как это реально необоснованно дорого. Приобретайте ссылочки ститс 2030. Необходимо понимать, что не стоит платить огромные деньги за жирные ссылки, когда сайты, находящиеся в Яндекс.Каталоге, во-первых, стабильно растут в своих пузомерках, отлично ранжируются, да и вебмастеры таких сайтов больше других боятся вылететь из этого Яндекс.Каталога, из-за чего придерживается мнение о том, что необходимо делать именно SDL, то есть сайты для людей. Так что в настройщика ставим 20 титс и помечаем галочкой Яндекс.Каталог. Теперь несколько слов о тематике. По поводу этих тематик отмечу, что все сайты, находящиеся в Яндекс.Каталоге, имеют официально присвоенную им тематику. Но если ваш сайт не находится в Яндекс.Каталоге и, соответственно, не имеет официальной тематики, то ему все равно, какой тематике ссылается на него сайт. Разумеется, если в будущем вы планируете все же попасть в Яндекс.Каталог, тогда, конечно, лучше заранее формировать тематическую базу внешних ссылок и приобретать ссылки тематики идентичной вашей. Но здесь нужно, конечно же, понимать, если, к примеру, тематика вашего сайта фото, то более 10 ссылок, присутствующих в Яндекс.Каталоге, вы дешево не купите. Каждая последующая ссылка уже будет все дороже и дороже. И в итоге, качественная ссылочная масса выйдет вам в копеечку. Пару слов я, конечно же, хотел посвятить и САПе. А в САПе я рекомендую вообще не смотреть на Яндекс.Каталог. Ибо необходимо понимать, что все это временные, постоянно текущие ссылки. То есть, будет очень жаль, если вы, купив ссылочку по цене 5 рублей в месяц и проплатив пару месяцев, эту ссылочку потеряете. Из-за того, что вебмастер просто отменит вашу заявку или необоснованно поднимет цену до огромных высот. По статистике, если вы купили 360 ссылок, как у меня, то в день у вас будут пропадать минимум по 3-5 ссылок. Так что в САПе нужно брать не качеством, а количеством. Но все же стоит, конечно, придерживаться кое-каких рамок. Итак, смотрим фильтр. ТИС должен быть от 20. Внешних ссылочек должно быть не более 6 на этой странице. Цену я обычно ставлю пока 1 рубль. И уровень домена, конечно же, должен быть не 3-го уровня, а именно 2-го уровня. Ну и если вас волнует пиар, то можно поставить и пиар. Ну, например, от 1. И чтобы удобнее было выбирать, поставим цену по сортировке. Найти. Ну и в итоге, таким образом, вы себе ссылочки и покупаете. Что в итоге? В итоге, если ТИС и пиар растут не сильно быстро, то эффективность продвижения ключевиков вы увидите уже в самое ближайшее время. Продвигая сайт таким образом, средний ключевичок вы можете продвинуть буквально за месяц. Вот можете посмотреть на эффект, который достиг я. Второе место при выдаче. И это, кстати, без всяких сервисов, которые берут достаточно большой процент для продвижения ваших ключевых слов в интернете. Так что удачи вам!